Амми мебель Амми мебель Амми мебель Акция Все лучшее детям Скидки до 55% Амми мебель Здравствуйте! Вас приветствует телеканал ОКС-ТВ. В эфире информационный выпуск программы «События» в студии Анна Лешкевич. В Гродненской области с территориальными участковыми комиссиями аккредитовано 849 национальных наблюдателей. Об этом корреспонденту Билта сообщил председатель Гродненской областной комиссии по выборам президента Валерий Савко. Наибольшее число наблюдателей аккредитовано районными комиссиями – 762 человека. Большинство из них выдвинуты общественными объединениями – Федерации профсоюзов Беларуси, Белорусским общественным объединением ветеранов, Белой Руси, БРСМ, Белорусским союзом женщинам. В числе аккредитованных наблюдателей по одному представителю Адраджене и Белорусский хельсинский комитет. Аккредитовано 24 наблюдателя от политических партий – Коммунистической партии Беларуси, Белорусской социал-демократической партии Громада и Белорусской аграрной партии. Также 9 аккредитованных наблюдателей выдвинуты гражданами путем подачи заявлений, 2 представляют трудовые коллективы. По словам собеседников, комиссии продолжают поступать заявления о выдвижении наблюдателей, которые будут осуществлять контроль за подготовкой к выборам и непосредственно их проведением. К мониторингу предвыборной кампании в Гродненской области приступили 4 долгосрочных международных наблюдателя в Миссии Бюро по демократическим институтам и права человека – из США, Франции, России и Дании. Они посещают районные территориальные комиссии и принимают участие в заседаниях районных исполнительных комитетов. Активно начали посещать участковые комиссии в районных областях и международные наблюдатели, представляющие исполнительный комитет СНГ. Национальные наблюдатели, аккредитованные территориальными областной комиссией по выборам, присутствуют на заседаниях комиссии. В Гродненской области образовано 692 участка для голосования по выборам президента Республики Беларусь. Операцию эвакуации провели работники Сморгонского районного отдела под чрезвычайным ситуацией в Государственном учреждении образования средней школы номер один города Сморгония. Цель данного мероприятия – практическая отработка алгоритма действий при чрезвычайной ситуации. Согласованные и организованные действия администрации учреждений, педагогов и учащихся по итогам эвакуации получили положительную оценку от работников Сморгонского ручаэс. Принять участие в немаловажном событии удалось и нашей съемочной группе. Эти слова системы громкого оповещения прервали урок в средней школе номер один города Сморгония. Так началась очередная учебная эвакуация. Ее цель – отработка навыков поведения учащихся и членов трудового коллектива в случае пожара. Несмотря на то, что все школы сегодня оборудованы средствами обнаружения пожара и оповещения о нем, главенствующую роль в эвакуации играет сам человек. Четкие и слаженные действия преподавателей и знания детьми того, как вести себя в том или ином случае. Сегодня во всех регионах республики, одновременно во всех учреждениях образования, ученики и педагоги на практике отрабатывают алгоритм действий при чрезвычайной ситуации в операции эвакуации. Прервационные навыки и знания в случае реальной угрозы помогут правильно сориентироваться, а возможно изберечь чье-то здоровье или жизнь. Хочу заметить, что мероприятие такого рода проводится на протяжении последних нескольких лет два раза в год. Работники объектов должны знать свои обязанности в случае возникновения пожара и действовать согласно плану эвакуации. Предотвратить панику и обеспечить безопасную, организованную и эффективную эвакуацию всех присутствующих – основные задачи в случае пожара в школе, пояснил первый заместитель начальника Сморгонского РОЧС, начальник инспекции надзора и профилактики Денис Минком. Услышав тревогу, учащиеся в сопровождении учителей покинули кабинеты цепочкой по одному. Ход эвакуации, соблюдение правил движения тачага возгорания к месту сбора контролировали специально обученные инструкторы из числа 11-классников, чтобы горящее здание полностью опустело, понадобилось чуть более трех минут. Эвакуированные дети выстроились на стадионе школы, где была проведена перекличка по классным журналам. Денис Минко отметил подготовленность учащихся и слаженное действие работников учреждения. Состав школы четко знал свои действия на случай возникновения пожара, куда бежать, где собираются. От руководителей учебных классов поступали доклады руководителю школы о количестве присутствующих, эвакуированных детей и об отсутствующих. В целом работа в данном направлении, в данном учреждении налажена. Оценка отличная. Школа уложилась в расчетное время эвакуации. Обеспечение безопасных условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии сохранения жизни и здоровья обучающихся, главная задача для образовательного учреждения, обозначила директор государственного учреждения образования средняя школа номер один города Сморгони Алла Коваль. В нашей школе предусмотрен ряд мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций. И правила изучаются, как вести себя в той или иной ситуации, для того, чтобы не было паники, для того, чтобы не было каких-то необдуманных действий. И поэтому алгоритм действий разработан давно. Назначены ответственные лица, которые отвечают за эвакуацию, за правила поведения в классных аудиториях, за то, чтобы, покидая школу при эвакуации, не было такого, что где-то остался человек. Как показали итоги операции, школьники действительно знают, как вести себя в чрезвычайной ситуации. И эвакуация, учебная или настоящая, не вызовет паники. Впрочем, учащиеся средней школы номер один города Сморгони надеются, что тревоги и впредь будут только учебными. Все прошло без паники, мы не волновались, учитель всегда был с нами. На уроках постоянно с нами проводятся обучающие занятия по поводу. Поэтому мы не паниковали, все прошло хорошо. Да, все проходили ровно, строим, никто не толкался, не переживал, все было хорошо. Обеспечение безопасного жизненного пространства для детей – повседневная необходимость. В полной мере подростки в силу возраста не могут себя защитить. Эта задача ложится на плечи родителей и педагогов. Пожар – старинное русское слово, от которого пышет огнем и пахнет горьким дымом. И если ребенок вовремя получит предупредительную информацию, то многие проблемы, связанные с опасностью, можно будет избежать. В субботу, 12 сентября, с 9 до 12 часов, прямую линию проведет заместитель председателя райисполкома Татьяна Николаевна Щеберяка по телефону 3-16-16. В этот же день, 12 сентября, с 9 до 12 часов, прямую линию проведет заместитель начальника Сморгунского районного отдела по чрезвычайным ситуациям по идеологической работе и кадровому обеспечению Николай Николаевич Шиш по телефону 4-68-18. Также 12 сентября, с 9 до 12 часов, прямую линию по вопросам пограничной безопасности проведет начальник Сморгунской пограничной группы полковник Александр Иванович Маркевич по телефону 93-301. Во вторник, 15 сентября, с 10 до 11 часов, прямую линию по вопросам проведения проверок и расследований уголовных дел с Моргунской РОСК проведет заместитель начальника РОСК Виталий Тадеушевич Романовский по телефону 4-20-69. Также 15 сентября, с 10 до 12 часов, прием граждан по личным вопросам проведет депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий Владимирович Кокош. В райисполкоме по улице Ленина, 5, 1 этаж, кабинет 118. Предварительная запись на прием по телефону 3-45-00-3-06-04. В среду, 16 сентября, с 11 до 13 часов, в суде Сморгунского района прием граждан проведет председатель Гродненского областного суда Александр Анатольевич Корзун. Предварительная запись на прием в будние дни с 8 до 13, с 14 до 18 часов, по телефону 3-16-47 и 3-17-47. При себе иметь документ, удостоверяющий личность. Прокуратура Сморгунского района проводит проверку соблюдения законодательства о питьевом водоснабжении. В связи с этим сотрудники обращаются к жителям города и района сообщать об имеющихся фактах нарушения законодательства о питьевом водоснабжении, длительного загрязнения водных источников, неудовлетворительной эксплуатации локальных очистных сооружений и непринятие по таким фактам мер реагирования со стороны должностных лиц органов государственной власти, контроля и надзора. Обращения принимаются по телефону 3-29-72-3-10-90 до 17 сентября 2015 года. 15 сентября – историческая дата, значимая для Сморгунского района. Именно в этот день, 100 лет назад, линия русско-германского фронта вплотную приблизилась к Сморгонии и началась осада города, которая продолжалась долгие 810 дней. Позиционные бои превратили 16-тысячный город в руины. Чтобы почтить память героев Первой мировой войны, 15 сентября 2015 года у мемориала «Крылатый гений солдатской славы» состоится торжественный митинг, посвященный этому скорбному дню. Мероприятие начнется в Сморгонском историко-краеведческом музее с международной конференции. С трех часов мероприятие торжественное будет перенесено на территорию мемориала по линии противостояния в Сморгоне в Первую мировую войну. И начнутся они в три часа с панихиды, траурной панихиды, в память жертв Первой мировой войны, которого здесь, в Сморгоне, было действительно очень много. После краткой панихиды будет митинг, митинг-реквием возле мемориала, культурных композиций мемориала. И завершатся торжественные мероприятия концертом-реквиемом, который будет проходить рядом с мемориалом. Там специально будет установлена сценическая площадка, стулья для зрителей. И в концерте примут участие ведущие коллективы Республики Беларусь, нашей Белорусской государственной филармонии. Это национальный камерный хор Белгосфилармонии. И известный нам наш давний партнер, ансамбль солистов «Классик Авангард». Они готовят специальную программу. Много произведений было написано известными очень композиторами на волне этой темы Первой мировой войны. Я думаю, этот концерт-реквием станет таким эмоциональным, ярким завершением этого торжественного для нас дня. И хоть события Первой мировой войны события трагические, но все-таки это наш исторический бренд. И то, что мы помним о Первой мировой войне, и стараемся развивать мемориал, построенный, чтобы он был не просто мертвыми скульптурами, а чтобы там проходили мероприятия, чтобы люди могли узнать все больше нового о истории своего родного города. Поэтому я приглашаю всех. Мы будем стараться дать возможность людям прийти на мероприятия траурные, которые пройдут у нас 15 сентября. Гальшанский замок открывает амниции для аматоров середневечной культуры, рыцарских турниров, народных храместв, аутентичной музыки и театрального мастерства. И хоть он проводится уже в шестый раз, цикавость для его с каждым годом повеличивается. И в этом году он набил широкие масштабы и видовищность. 2015 год стал юбилейным для этого мястечка. Гальшаны отзначают 735 годов с дня заснования, 405 годов с дня узвядения замка Сапегов и 610 годов с дня народжения рода починальницы королевской династии Егелонов Софьи Гальшанской. Эти памятные даты для истории Ашмянщины заховала и наша здымочная группа. Гальшаны отзвятковали юбилейную дату – 735 год с дня заснования. И, как отзначить эту подзею, запросили гостей, сябров и тех, кто цикавится культурой средневечки, аутентичной музыкой и истории родного краю. Мястечка Гальшаны – одно со стародавних поселеч Ашмянской земли, якое было засновано князем Гольша у 12-м стагодзе. От его имя и пошла назва. На счатке роду занимали престижные посады у великим князстве литовским. И не здарма и символично, что Гальшаны – первый сельский населенный пункт, який отрымал свои геральтичные знаки, свой герб и флаг. На Гальшанской земле завсюду жили рупливые господары, працавитые люди. Усё тое, чым мы гоноримся, усё зроблено руками простых людей. И справу попередних поколений протягивают сегодняшние працовники. Фестиваль средневечной культуры Гальшанский замок проводится на этой старожитной земле уже в шестый раз. Это место, якое наполнено звоном севой да унины, якое притягивает людей свою таемничестью, чаронной атмосферой былинности и чудовными паданиями. И организаторы стараются зарабить так, чтобы каждый фестиваль имел свое одрознение. Без минулого нема сучасного. Об этом помнят гисторики, жахары, мястечка, улада. И стараются хоть не одновить помняки минувшины, а захавать пристойный выгляд того, что дайшло до тяпершнего часа. Ашмянским районным исполнительным комитетом, Гродненским областным исполнительным комитетом уделяется большое внимание сохранению историко-культурного наследия. И благодаря государственной программе замки Беларуси, благодаря государственной программе культуры Беларуси в настоящее время производятся работы на Гальшанском замке. Уже конкретные работы. Консервация северной башни, сборка руин. Но не наша цель реконструировать замок, сделать его реконструкцию, восстановить. Наша цель создать этот элемент романтических руин. Сохранить то, что имеем. У 2015 годе отзначается 610 год с дня народжения родопочинальницы Королевской династии Игелонов Софьи Гальшанской. Тривалый след у истории краю покинул Павел Стефан Сапега, який у початку 17-го стагодия побудовал в Гальшанах двухповерховый цаглянный замок – костел Кляштар. Стены резиденции Сапега так само святкуют свой шановный юбилей – 405 годов с дня узведения. У замку заховались рыжки стен и вежу, и жадающих поглядеть на гэтые таемницы вельми шмат. С 2012 года помник архитектуры был включен в программу «Культура Беларуси» и теперь ведется активная работа по захованию гэтых объекта. А для регионов, для людей такое большое количество – это очень важно. Сюда люди приходят с детками, сюда люди приходят с семьей. И вот это прикосновение к этой истории, хоть и не ревину, это на самом деле очень большое, это и есть наша в том числе историческая идеология. Захованная сенья будет служить завтра. У ближайших планах реконструкции створение музейной экспозиции у замку, Копьей могли наведать туристы и знакомиться с богатым историческим минулым Гальшан и его таемницами. Все ведают про программу замки Беларуси. Гальшанский замок попадает в эту программу. Однако, как видать за мою спиной, сегодня еще много працы над этим замком. И, между прочим, миновито наша организация, Белорусский комитет Международной Рады по помниках и местинах, и займается реставрацией докладней, консервацией и пристосованием помника для наведывания туристов замка Гальшанского. Гальшанский замок тесно связан из истории Краевского, стверждают доследчики. И сегодня необходимо протягивать доследования по вылучению событий, которые происходили на этой земле. И материалы хопят для всех – историков, мостаков, поэтов, травматургов, сценаристов, композиторов и выканалцев, как показать, какую великую роль мела их основание уходить часы для всей Европы. Фестиваль становится не местным, а республиканским, он становится нашим национальным фестивалем. И дай Бог, как и далее протягивались эти взаимные советы, поветы, поддержки, как не сгубились эти ниточки, которые нас еднают на этой земле, и делают нас отметными в свете, белорусами, с великой спадщиной, с великой историей. Не треба это соромиться. Я сейчас вам скажу, нам треба по-доброму научиться поважать себя, потому что, если мы не научимся поважать сами себя, будет тяжко поважать нас в свете. Жихары-мястечка и шматликие гости Гольшанского замка побачили театрализованное шесть удельников феста. Незвычайные музычные фрагменты из вядомых спектаклях были зачарованы середневечными шотландскими танцами. Рыцары, которые разместились побачь замком, представили конное выступление, день, которое отбывалось на землях Великого князства Литовского. Вечером у всех удельников света чекало выступление вядомых групп середневечной белорусской музыки. Працовала аллея народных майстров, где жадающие могли набыть подарунки на память. Вместе 250 тысяч рублей. Начало представлений 27 сентября в 16 и 19 часов. На этом наш выпуск завершен, а впереди вас ждет прогноз погоды. АМИ-мебель. Акция. Все лучшее детям. Спальня всего за 4 миллиона. АМИ-мебель. АМИ-мебель. Суперпредложение. Огромный выбор шкафов-купе от 2 миллионов. АМИ-мебель. АМИ-мебель. Акция. Стол-трансформер за миллион семьсот и настольная лампа в подарок. АМИ-мебель. АМИ-мебель. Акция. Все лучшее детям. Суперцены на компьютерные столы и стулья. АМИ-мебель. Программа событий создана при финансовой поддержке общества с ограниченной ответственностью «Аксиома-сервис». Сморгонское кабельное телевидение. В начале недели осень дала нам понять, что полностью вступила в свои права. Дневные максимумы температуры с трудом достигали плюс 15 градусов. Не обошлось и без дождей. В четверг погода изменилась. На смену скандинавскому циклону пришел антициклон, который будет медленно смещаться на север европейской территории России. Сморгонский район будет находиться на его юго-западной периферии. Мы попадем под влияние юго-восточных ветров и начнется потепление. Воздушная масса поступит с районов Украины, но будут неустойчивыми, поэтому местами не исключены небольшие кратковременные дожди, хотя дневная температура воздуха будет невысокой. В пятницу 11 сентября ожидается достаточно ясная ночь, поэтому столбики термометров понизятся до плюс 4-6 градусов. Обойдется без заморозков. Днем ожидается плюс 16-18. Облачно с прояснениями, ветер юго-восточный умеренный до порывистого. В субботу 12 сентября облаков станет больше, ночью потеплее до плюс 12-14 градусов. Днем столбики термометров покажут 17-19 градусов тепла. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. В воскресенье 13 сентября характер погоды существенно не изменится. Вероятность осадков сохранится лишь к вечеру. Ночью температура воздуха будет прежней плюс 12-14, днем не выше 15-17 градусов со знаком плюс. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. В понедельник, 14 сентября, по-прежнему на территории Сморгонского района сохранится влияние антициклона. Температура воздуха начнет расти, облаков станет меньше. Ночью столбики термометров покажут плюс 10-12, днем – 16-18 градусов тепла. Ветер юго-восточный умеренный до порывистого. В начале недели мы будем находиться на юго-западной периферии обширного антициклона с центром над европейской территорией России. Возможно, местами небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха начнет повышаться. Дневные показатели составят плюс 15-23 градуса. Во второй половине недели в отдельные дни столбики термометров могут достичь плюс 25-30 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова